Ну, я еще раз о посте скажу Так, четвертый день поста Первая седмица Великого поста То есть, это первая седмица Это самое-самое напряженное время Когда, в принципе, не рекомендуется Даже масло не рекомендуется, растительное Только понедельник, вторник и четверг Только, что называется, сухоедение То есть, овощи, фрукты можно Хлеб, картошка и так далее Даже вареное не рекомендуется То есть, в смысле, там супы, борщи не рекомендуется Вот во вторник, извините, в среду и в пятницу Разрешается жидкая пища Вот, то есть, строго Начиная с субботы, разрешается растительное масло Весь пост Масло разрешается во все дни, кроме среды и пятницы Страстная, там опять строгий пост На страстной седмице Там отдельно, скажем Вот, то есть, это пост довольно строгий Рыба в этом посту только разрешается на Благовещение И на вход Господню в Иерусалим То есть, два вот таких момента Рыба в этом посту не рекомендуется Точно так же строгим является Успенский пост Он короткий, двухнедельный Перед Успением Божьей Матери И два поста есть нестрогих Это зимний пост, который перед Рождеством И пост весенний, Петров пост Там разрешается рыба в посту Кроме среды и пятницы Но в среду и пятницу разрешается растительное масло В этих постах нестрогих А рыба в среду и пятницу не разрешается То есть, это нестрогие посты И еще есть однодневные посты Это в течение всего года Среда и пятница В чем их суть и откуда они взялись Это среда Это день предательства Иудой, Господа Иисуса Христа Для нас является траурным Днем Бога предали И пятница, еще более строгий траурный день Это смерть Бога Смерть Господа Иисуса Христа на кресте Почему говорю более строгий? Потому что тут весь мир, вся Вселенная И не только Вселенная, и Ангельский мир Они были в смятении Бог, источник жизни Бог, Он не створил смерть Он несовместим со смертью И Бог умер Как это? Это быть не может Это просто не может быть Поэтому весь мир был в смятении Все три дня Пока Господь не воскрес Поэтому Раз Бог умер То естественно смерть вошла Усилила свою позицию на тот момент в мире И мы видим, когда Господь на кресте умер В Евангелии читаем, что Произошло и солнце померкло Всего три часа Солнце не светило на небе Там кто-то скажет, что Может быть там было солнечное затмение Солнечное затмение полторы минуты Полное солнечное затмение Полторы минуты Полторы минуты Да, ну оно же пойдет дольше Но это там полдиска Четверть диска И так далее Понемножку И солнце видно А вот полное, когда Луна закрывает собой солнце Полторы минуты, не более А это три часа Солнце померкло Было великое землетрясение Так Церковная завеса разодралась Сколько веков стояло Это разорвалось Это Показало, что И природа не выдержала И конец Ветхого Завета Кончился Ветхий Завет Вера иудейская Она перешла в другую фазу Вернее, дополнилась И стала христианской И Мертвые поднялись Представь себе Из могил вышли мертвые В разной степени Сгниение Так и пошли в Иерусалим Это Представь себе Такое явление Что это было И как это было Вот Это Поэтому вот мы Отмечаем эти Однодневные поста В течение всего года Ну там за исключением Две сплошных седмицы Есть Перед Перед Месопостной И Масленице Когда Среда и Пятница Да, и на Светлой Седмице Когда В течение всей недели Разрешено Есть все подряд А так Среда и Пятница Это постные дни Мы помним Вспоминаем Предательство Иуды Господу Иисуса Христа И смерть Христова Ну Об этих постах Я сказал И поэтому Каждый из нас Должен Хоть немножко Стараться Соблюдать пост Это нужно нам Для нашего Духовного Восхождения Для борьбы Для отрыва От страстей И нечистой силы И приближения К Богу Всего доброго Продолжение следует...